добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц сегодня я буду заниматься посевом микрозелени сразу скажу занимаюсь этим впервые мне пришла в голову эта идея не так давно то есть я посеяла кинзу но кинзу я села и в прошлом сезоне тоже мне очень понравилось я села как раз вот такую небольшую ложечку вот получилось ну довольно удачно поэтому в этом году я посеяла побольше и видео вам уже показывала об сходах этой кинзы вот пока я этим занималась я подумала микрозелени нашла несколько видеороликов которых увидела как собственно говоря ее сеет ну во первых что я хочу сказать микрозелень и проростки это не одно и то же то есть проростки когда в пищу потом идет и скажем так вот зерно из которого проросла проросток и сам проросток а микрозелень это когда вот эти вот сходы идут в пищу вместе с корнями или без корней это уже кто как любит кто как приспособиться я пока вам вот это все рассказываю я положила бумажные салфетки у меня это туалетная бумага что было под рукой и хорошо их увлажняю можно положить любой другой материал но только не ватные диски там вот такое чтобы не волокнистый чтобы не зацеплялись корнями за него сходы так увлажнила и теперь я покажу что же я выбрала для того чтобы посеять значит смотрите вообще микрозелень она должна быть в упаковках на которых конкретно написано микрозелень знаете почему потому что если взять просто допустим зелень и после посеять есть вероятность того но во всяком случае нужно контролировать этот вопрос что это зелень семена уже обработаны какими-то фунгицидами а поскольку микрозелень вырастает очень очень быстро то эти фунгициды не успевают никуда деться поэтому вот микрозелень она не обработанная то есть семена эти они не очень дорогие ну фигни как по 24 рубля вот видите написано прям 24 рубля не вот так что еще показать это кстати да это микрозелень мизуна честно первый раз слышу вообще что это вот но написано что это капуста японская мизуна красная и мизуна зеленая ну посмотрим сейчас начинаю вот это все все эти потом вам покажу ну крест-салат вот пошла в магазин за крест-салатом в результате набрала всего-всего ну крест-салат всем известен 16 рублей стоит там же увидел из этой же серии микрозелень индау руккола 18 рублей до уроккола не знаю сколько тут семен сейчас вместе будем все скрывать и слушайте увидела редис и вспомнила что как-то в магазине покупала микрозелень редиса очень мне она понравилась потому что вот эти вот зеленушки они на вкус ну прям реально как редис интересно в общем смотрелись вот я нашла два самых дешевых пакетика потому что это эксперимент может и не взойдет же ничего по 12 рублей вот я надеюсь что они не обработаны ничем но в любом случае я готова рискнуть вот и эти вот этот редис посадить для для микрозелени так скрываем смотрим сколько будет семян руккола микрозелень когда идет на посев и и сеять нужно чаще чем мы бы сели например грядка вот ту же самую руку сушки 7 от оттуда очень даже вполне достаточно вот вполне я считаю так беру ближайший контейнер и густенько так рассыпаю может быть это много я не знаю если честно я потом вам покажу как оно взошло как-то не очень удобно мне левой рукой это делать ну сейчас приспособлюсь так рассыпала пока отставляю в сторону дальше вскрываю крест салат смотрим сейчас сколько тут крест салата ну тоже тоже немало но там написано 2 грамма по моему в эти пересыплены ну реально левой рукой вообще неудобно 2 грамма пресс-салата и вот она указывается вот вот столько капусту мизуна напишите мне в комментариях кто-нибудь слышал вообще такой папусти мизуна вот хорошая порция семена все разного цвета и это хорошо тоже быстренько рассыпаю она зайти должна очень очень дружно и цепляться друг за друга редис вот такой вот маховский ну покажись ой тут пакетик пакетик скрываем пакетик смотрим семена редиса натуральная то есть есть подозрение в том что они не обработаны вообще ничем вот в том числе и фунгицидами вот так и еще один редис красный великан извини великан мы тебя не будем выращивать как положено мы тебя не больно сидим она ведь тоже натуральная вот я не ошиблась что взяла самые дешевые семена потому что но обычно и дис не знаю как вам мне попадается гранулированной если берешь какие-то для посева в этом году кстати буду сеять профессиональные семена редиса тоже все 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 покажу просто очарована профессиональными семенами поэтому цветов и овощей поэтому я и редис тоже нашла у фирма зубина кстати чтобы сразу вопросы все вот и со мной еще татьяна сайта сибирская семейная теплица не сайт из канала сибирская семейная теплица тоже поделилась двумя сортами не помню какие все покажу потом так вот эти вот я еще раз семена хорошо увлажнила сейчас я ставлю в тепличку и обеспечиваю им условия парника последнюю секунду поняла что мне надо как-то обозначить эти все посевы поэтому взяла вот еще одну один контейнер в него положила цветной этот пакетик вставила чтобы у меня было понятно где у меня что взойдет хотя в принципе можно по картинкам посмотрите уже сориентироваться где что теперь парничок вот такой парничок я уже много раз вам показывала что у меня именно в таких парниках растут все сеянцы то есть сходят и растут первое время потом я их аккуратно приучая к открытому воздуху по поводу микрозелени написано везде что она всходит очень и очень быстро но мы с вами посмотрим вот это видео первое я его выложу чтобы потом просто не делать длинные 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 как-то всходил вот а потом уже сделаю продолжение вплоть до того понравилось мне не понравилось и буду ли я дальше выращивать эту микрозелень кроме того что у нее должен быть интересный вкус ну для зимы необычный кроме того что ей можно украшать бутерброды и салаты и в принципе как бы я вот с этими ростками которые редиса я делала прям салат ну вот здорово было замечательно вот кроме этого еще и очень-очень полезное микрозелень и проростки тоже насчет проростков у меня есть планы если я найду сою но опять же свою не обработанную ничем я хочу попробовать свою вот проростки вырастить потому что я не так давно вам показывала вообще салат из проростков сои и телятины можно найти в плейлисте кулинарные рецепты и вот показывается что сою на пророщенную не так легко найти у нас городе ну по крайней мере сейчас не везде продается поэтому ну вырастить сама господи боже мой когда мы эксперименты не ставили все вот так это выглядит сейчас я накрываю крышечкой очень хорошие вот эти вот парнички очень плотно застегивается освещение это фитолампа это бикалор я оставлю сейчас на этой полке круглосуточную досветку раз они так быстро развиваются это значит что свет им нужен постоянно во всяком случае не короткий световой день напишите мне пожалуйста в комментариях нужно ли продолжение этого эксперимента как вы к этому всему относитесь опять же если у вас свой собственный опыт оставайтесь на нашем канале подписывайтесь ставьте лайки либо дизлайки всегда рада вашим вопросам с вами сегодня была анжелика и а и и и и и и и